МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Ольга Цибина, заведующая консультативно-диагностическим отделением Ярославского областного перинатального центра. Ольга Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, давайте разберемся, что же такое здоровая беременность. Здоровая беременность – это, прежде всего, подход. То есть это ответственное и разумное отношение к планированию беременности и к течению беременности как таковой. К появлению малыша нужно готовиться и, в первую очередь, организму. Что нужно сделать будущим мамам при планировании беременности? Самое идеальное, что должна сделать будущая мама – это отказаться от вредных привычек и записаться на прием к акушеру-гинекологу, который оценит не только наличие или отсутствие гинекологических заболеваний и противоказаний к наступлению беременности, но также оценит общее состояние организма, назначит необходимые анализы для планирования беременности, порекомендует препараты, которые помогут создать хороший репродуктивный фонд, то есть фонд для наступления беременности. А какие обследования нужны беременным и как часто их нужно проходить? При беременности сдаются общеклинические обследования, то есть это общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические анализы крови. Также проводится скрининг на социально значимые инфекции, то есть ВИЧ, сифилис, гепатиты. Проводится обязательно оценка группы крови и резус принадлежности будущей мамы. Проводится скрининг заболеваний щитовидной железы. Как правило, основная часть обследований приходится на первый триместр, потому что это такой важный момент для того, чтобы понимать, опять же, на каком фоне наступила беременность. Ну и третий триместр, естественно, тоже повторяет практически те обследования, которые были выполнены в первом триместре. Вот вы же говорили, что беременным нужно отказаться от вредных привычек, и всем известно, что нельзя пить алкоголь, курить. А что еще нельзя, может быть, такого неочевидного, о чем мы не знаем, а какие запреты, наоборот, не обоснованы? Да, то есть, ну вот из таких, да, то, что в обычной жизни женщины любят делать, это, например, пить кофе, да, ну не только женщины, да, но в данном случае мы говорим о будущей маме. То есть кофе можно при беременности, но не в тех количествах, которые были до наступления беременности. То есть, если мы имеем дело с кофеманкой, мы, конечно, ее не лишаем полностью потребления кофе, но порцию сокращаем, да, то есть не порцию, а количество. Вот. Также, ну вроде как очевидная вещь, но иногда оказывается, что она совершенно неочевидная, то есть это женщины должны избегать экстремальных видов спорта, контактных видов спорта, да, то есть это когда игра с мячом, например, да, то есть то, что может травмировать, например, живот, ну и каких-то, опять же, травматичных видов спорта, то есть катание на велосипеде, не знаю, ну такие активности, которые могут действительно причинить вред будущему ребенку. А какую роль в здоровой беременности играет правильное питание? Правда ли, что беременной нужно есть за двоих? Нет, ни в коем случае. То есть это, опять же, то, с чего мы начинаем свой визит, да, то есть когда к нам приходит беременная женщина, мы говорим, булочки сладкое мы убираем, да, но это не до полного лишения, конечно, но сокращаем количество точно. Вообще в первом и втором триместре женщина может питаться совершенно так же, как и до наступления беременности, то есть не увеличивается, не должно увеличиваться количество потребляемых калорий, да. В третьем триместре можно расширить рацион до одной порции дополнительной приема пищи в день. Вот, то есть вот это полный миф, что есть за двоих, потому что, к сожалению, когда женщина начинает есть за двоих с первого триместра, мы потом имеем дело с женщиной, увеличивающейся вдвое, да, и, соответственно, с большим ребенком в том числе. А даже если 9 месяцев все делать правильно, могут возникнуть осложнения? Ну, к сожалению, да, к сожалению, да, потому что не на все мы можем повлиять, то есть есть какие-то факторы действительно регулируемые, есть то, что заложено генетикой, есть то, что мы не можем предсказать, поэтому, к сожалению, да, такое может быть. Во время беременности могут возникнуть осложнения. Некоторые осложнения требуют просто соблюдения рекомендаций, да, врача. То есть, например, при повышенном сахаре при беременности мы рекомендуем прежде всего диету с ограничением простых гулеводов, да, физическую активность и самоконтроль уровня сахара в крови. Есть состояния, которые требуют госпитализации в отделении патологии беременности, да, где за женщиной будут и за малышом будущим смотреть, следить, да, обследовать. Некоторые состояния, опять же, к сожалению, требуют каких-то экстренных мер, то есть может быть досрочное родоразрешение в том числе. А бывает, что у женщин уже после родов начинаются проблемы и с физическим, и с психологическим здоровьем. Вот как эффективно восстановить организм после беременности? Прежде всего, это, опять же, такой комплексный подход, да, потому что у родивших женщин может изменивчаться такое состояние, как baby blues, и, опять же, об этом женщина должна знать до родов. То есть сейчас есть очень хорошие школы будущих мам, в которых рассказывается об этих состояниях в том числе, да, и рассказывается о том, что первые сутки может развиваться такое состояние после рождения ребенка, да, и продолжался несколько недель. То есть это будет сопровождаться какой-то грустью, плаксивостью, то есть вроде родила ребенка, должно быть все хорошо, все классно, но на самом деле женщина будет немножко вот необычно себя вести, да, ну, необычно в глазах окружающих. Поэтому здесь, конечно, нужно, чтобы была помощь со стороны близких, то есть однозначно, потому что усталость, потом общее состояние, да, то есть снижение, уменьшение просто сил, которое произошло после рождения ребенка, конечно, это все может откладывать отпечаток. Ну и, соответственно, консультация кушера-гинеколога послеродовая тоже должна быть, потому что во время беременности выявляются такие состояния, которые требуют коррекции после, коррекции и наблюдения после родов. А когда можно идти за следующим? Какой должен быть перерыв между беременностями? Ну, самое идеальное – это 18-24 месяца, да, то есть полтора-два года – самый идеальный вариант. Вот резюмируя, что же нужно делать до беременности, при и после, чтобы все было хорошо? Ну, на самом деле самое главное – это правильно подготовиться к наступлению беременности, соблюдать рекомендации врача при беременности, то есть не снимать ответственность ни в коем случае с себя, потому что, да, беременная женщина находится под наблюдением доктора, но очень многое зависит от того, как сама она ведет себя во время беременности. Вот так. А вот роды с вами тоже не самый приятный процесс, как это можно, не знаю, облегчить, что ли, себе это состояние? Опять же, вот если возвращаться к тому, что я сказала, есть школа будущих мам. Действительно, очень хорошие, полезные знания там можно получить, в том числе и о течении беременности, о самих родах, да, и также там работают и психологи, и читают лекции врачи ЛФК, да, то есть они рассказывают о тех вариантах, да, которые действительно помогут справиться с такими разными ощущениями во время родов. А перинатальный центр предоставляет школу будущих мам? Конечно, да, то есть у нас школа будущих мам работает постоянно, то есть набирается несколько потоков в течение месяца, это абсолютно бесплатно. Вот, работают, опять же, там разные специалисты, то есть помимо тех, которых я перечислила, то есть акушер, гинеколог, психолог, врач ЛФК, работают там же педиатры, специалисты по грудному вскармливанию, то есть, соответственно, достаточно полную информацию можно получить. А как в перинатальном центре помогают при сложных случаях, то есть когда, например, малыш рождается недоношенным или вот с осложнениями какими-либо? Ну, опять же, это перинатальный центр, да, то есть это учреждение, которое обладает максимальными возможностями для спасения и мамы, и малыша, да, потому что мы не всегда говорим о том, что спасаем только малыша, иногда бывают случаи, к сожалению, когда приходится спасать маму, то есть это и реанимация новорожденных, да, она оснащена новейшими оборудованиями, то есть это, опять же, стационар третьего уровня, где должны рождаться, вообще приниматься все сложные роды. Спасибо. А на мои вопросы отвечала Ольга Цибина, заведующая консультативно-диагностическим отделением Ярославского областного перинатального центра. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Запись также доступна на сайте gtk.tv и в нашем официальном паблике во Вконтакте. В студии работала Екатерина Сысоева. Продолжение следует...